Сегодня важная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад в этот августовский день завершилась победой Красной Армии битва на Курской дуге. Ключевое сражение, длившееся полтора месяца, стало переломным и уже после него нацисты не провели ни одной крупной успешной операции. В Ленинском районе сейчас проживает три участника Курской битвы. Один из них – 96-летний Алексей Никитович Крыков. На момент легендарных боев ему был всего 21 год, но за плечами уже Сталинградское сражение. А с июня по август 43-го года сержант Крыков в составе 7-й гвардейской армии Центрального фронта сражался на полях Курской дуги и под Прохоровкой. Уже в самом конце этой битвы Алексей Никитович разрывом всего одного снаряда получил множественные ранения и был комиссован. Чтобы отдать дань уважения ветерану и лично произнести слова благодарности, его навестил глава муниципалитета. В дружеской беседе ветеран рассказал Валерию Венцелю об однополчанах и о тех страшных днях. Несмотря на то, что все связанное с войной пронизано горечью и болью, присущее ветерану чувство юмора не покидало его ни тогда, ни сейчас. К сожалению, Алексей Никитович редко делится воспоминаниями, но все же в минуты откровений он рассказывал своей внучке о том, что сила духа и любовь к отечеству – главное оружие солдата. Я даже спрашивала дедуль, говорю, ну вот как, вот может быть как в фильмах показывают, что кто-то стоял сзади, да, с винтовкой, говорил только вперед. Он говорит, нет, у всех такое было положение, что все шли сами вперед, вперед за Родину. После войны Алексей Никитович работал прорабом. На его счету много построенных зданий. Восемь лет он отдал службе на местном предприятии «Гипсобетон». И, кстати, в нашем городе ветеран живет со дня его основания. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает ветерану здоровья.